Глава МИД-промторга Денис Мантуров сообщил, что работа над проектом «Кортеж для Путина» закончена вовремя, и господин президент сможет поехать на свою инаугурацию, как это и было запланировано, на специально разработанном для него автомобиле. Скоро, заявил Мантуров, автомобиль предоставят широкой публике для оснакомления, просмотра и восхищения. Собственно говоря, несколько лимузинов, как тестовые варианты, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны. Производственным партнером проекта, то есть тот, кто производит непосредственно эти автомобили, выступила компания «Солерс» Владимир Швецова. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин придает очень большое значение проекту «Кортеж». В частности, пресс-секретарь сказал следующее. Работа над проектом «Кортеж» ведется. Это не просто проект по созданию лимузина, а проект по созданию нескольких платформ. Здесь есть и представительский аспект, и коммерческий аспект этого проекта. Напомним, что решение по созданию «Кортежа» было принято еще в феврале 2014 года. Как вы понимаете, приблизительно за 4 года до так называемых выборов. То есть они уже тогда точно знали, что в мае 2018-го господин Путин поедет на этом «Кортеже» на свою очередную инаугурацию. Общая стоимость проекта оценена в 8 миллиардов рублей. Ну, богатое государство, понятное дело. Общие инвестиции в проект составляют 24 миллиарда рублей. Специальный автомобиль для президента снабжен, естественно, гербом и прочей символикой российского государства будет относиться к классу «Суперлюкс». До этого господин президент пользовался «Суперлюкс» к «Мерседесам», как и все остальные. Но к 2018 году, вы ведь понимаете, этого стало недостаточно. Появилась необходимость создания индивидуального автомобиля для господина президента. Итак, порадуйтесь, господа. 25 миллиардов рублей в такое замечательное дело. И теперь Владимир Путин сможет приехать на свою инаугурацию с особым шиком.